7 фраз, которые помогают погасить зарождающийся конфликт. Фраза номер 1. Что я могу сделать, чтобы улучшить ситуацию? Таким образом вы продемонстрируете партнеру вашу готовность решать проблему и напоравите его в русло конструктивных предложений. Я готов высушить внимательно все твои претензии, но сначала давай прервемся на минуту и посмотрим что-нибудь смешное, например, любимую комедию или видео на YouTube. Этот перерыв поможет вам снять напряжение и вернуться к обсуждению болезненного вопроса в более лучшем настроении. Еще полезнее перенести время обсуждения на другой день, когда страсти немного улягутся. Помоги мне понять, почему ты так думаешь и на чем основаны твои выводы. Эта простая фраза демонстрирует ваше миролюбие и искреннее желание понять точку зрения партнера. Во время конфликта люди часто слышат друг друга. Во время конфликта люди часто не слышат друг друга и порой говорят совершенно о противоположных вещах. Ты привлекательна, даже когда ты ругаешься. Это может звучать как желание увильнуть от обсуждений конфликта, но это заставит вас обоих улыбнуться и почувствовать симпатию друг к другу, что в итоге поможет найти правильное решение конфликта. Не забывайте, что вы ищете решение проблемы, а не стремитесь к разрыву отношений. Как ты думаешь, эта ситуация хуже или лучше, чем землетрясение, которое мы пережили с тобой в прошлом году? Напоминание о серьезном испытании, которое вы преодолели вместе, позволит вам вспомнить, что вы команда и вместе способны преодолеть любые испытания. Давай прекратим ругаться прямо сейчас. Эта фраза демонстрирует ваше понимание того, что отношения важнее выяснения истины. Есть случаи, когда не стоит выяснять, кто прав, а кто виноват. Важнее сохранить отношения. Думаю, чашечка чая поможет нам найти правильное решение быстрее. Возможно, вы на пределе от того, что устали или просто проголодались. Любимый напиток поможет снять напряжение и обсудить возникшую проблему в более спокойном русле. И помните, из любой ситуации есть выход. И, как правило, не один. Думайте, ищите. И вы найдете то решение, которое устроило бы вас обоих. Делайте это с любовью и вниманием к противоположной точке зрения. Говорите о своих чувствах, но не обвиняйте. Не оскорбляйте друг друга. А предлагайте конструктивные решения. Спасибо большое, что были со мной. Всем хорошего дня и всем поменьше нам конфликтных ситуаций. Пока!